здравствуйте друзья вопрос зачитаю то что он такой по памяти сложно меня зовут ольга выиграли в этом году грин карту молодец ольга смотри как поздравляем очень хочу учиться у вас понимаю мне 35 лет возраст шикарный английский знаю все счастье одному человеку все у нее молодая выиграла английский знает закончила ильяс но есть одно но у меня двое детей слушайте она дала гэш это но так это еще больше счастья у неё двое детей муж планирует пойти в дальнобойщики если у вас в школе семейные женщины с маленькими детьми а вы себе думаете да как они выходят из положения детям сейчас 4 и 10 лет спасибо ну что же друзья давайте мы переключимся на дорогу и поговорим и так значит мы имеем профессию дальнобойщика давайте с нее начнем когда люди попадают в иммиграцию у них если нет большого запаса денег а даже есть то тоже неплохая идея как можно раньше выйти на уровень самообеспечения это не значит что вы всю жизнь должны обеспечиваться вот именно этим занятием и именно по этому стандарту но во всяком случае вы не тратите свои запасы если даже есть а если нет тем более надо выйти на уровень самообеспечения как можно скорее значит первое что мы здесь видим это семья где двое деток и фактически получается что значит один человек работающий должен обеспечивать троих сразу да то есть получается муж пошел там дальнобойщики он обеспечивает семью а жена пока сидит с детками которые в общем-то еще относительно небольшие хотя на самом деле насколько там 4 и 10 до 4 и 10 уже не такие маленькие 10 просто достаточно взрослый ребенок а 4 но во всяком случае в садик легко отдается и в общем конечно не то же самое что в 4 месяца значит теперь есть некоторые профессии в иммиграции которые позволяют человеку решить вопрос вот быстро вскочить на вот это вот платформу самообеспечения быстро быстро можно стать например таксистом ну относительно быстро у нас есть замечательный рассказ о такси в нью-йорке вот человек рассказывает очень-очень здорово я считаю очень хорошее интервью можно стать тракером и как бы это тоже такой относительно быстрый способ начать зарабатывать ну другое дело что надо конечно понимать что судя потому что вот я знаю вообще так много блогеров которые про траки рассказывают что мне может быть даже грешно влезать в эту тему но из того что я слышал от разных людей для того чтобы в траке в тракинге хорошо зарабатывать надо работать много много часов то есть это не там я не знаю там не восемь часов в день и даже не десять вот поэтому дел такое значит но одно дело это перебиться на первое время другое дело он хочет там стать я не знаю профессиональным тракером и может быть он думает что он купит один трак посадит кого-то второй трак купит третий трак купит и там глядишь бизнес какой-то я не знаю какие у людей в голове мысли но безусловно и такси и тракинг в общем-то позволяют людям на первое время как-то начать более-менее зарабатывать при том что в общем-то они конечно что называется там кровью харкует вот в том смысле что так много сил и энергии на это уходит это безусловно для здоровья далеко не самое лучшее занятие это как бы даже не требует там дискуссии какой но опять на первое время в этом смысле я бы сказал что тестирование сродни вот скажем вождению траку тестирование это тоже профессия которая позволяет относительно быстро вскочить и начать прилично зарабатывать с одной стороны тестирование позволяет зарабатывать даже я не знаю я боюсь сравнивать но ну допустим больше имею ввиду что если человек работает там обычный рабочий день то он за обычный рабочий день зарабатывать в тестировании видимо существенно больше чем допустим на траке то есть мы не берем вот эти вот чудовищные там сверхурочные так далее но с другой стороны вскочить в тестирование сложнее чем на трак в некотором смысле потому что в тестировании вы не можете сказать я там по-английски не говорю но я хочу работать вы должны говорить по-английски в тестировании вы должны иметь склонность к умственному труду эти не каждый человек хочет там сушить мозги свои сидеть блок там вы выковыривать из этого программного обеспечения это же тоже не каждому походку там или под настроение вообще в принципе возможно в этом смысле я считаю что вождение трака является какой-то такой нишей которая почти не пересекается допустим с тем же тестированием в том смысле что во-первых это мужская работа тестированием больше мы видим женщин во-вторых она такая физическая такая но как сказать мачо до нужен на это дело вот и плюс уровень образования требования совершенно разные уровень владения английским требования совершенно разные ну и так далее поэтому это очень массовая такая профессия очень массовое начало для новых эмигрантов такси тракен и киеве тоже как ни странно значит дальше если женщина хочет у нас учиться она оказывается в очень сложном положении потому что дорого тут вот в кремниевой долине дорого если они поселились тут и он хочет быть тракером заработает он ровно столько же как если бы допустим они поселились в двух часах отсюда в сакраменто вряд ли он заработает больше хотя может быть ему здесь сложнее там брать работу и так далее я не знаю я я я подозреваю что в сакраменто с этим проще но расходов у них будет но так намного намного больше чем там поэтому поэтому они материально оказываются очень сложным положением она могла бы жить в сакраменто или там я не знаю абсолютно любой точке соединенных штатах и учиться онлайн я я не вижу почему человек должен физически присутствует я могу сказать что если она училась бы онлайн и ну я не знаю там допустим процентов 10-15 вероятность что она потом скажет нет я так не могу искать работу я хочу пройти интерншип там и так далее ну так она может подъехать там на пару месяцев хотя конечно своем маленькими детками этом это сложнее но я хочу сказать что у нас относительно небольшой процент выпускников онлайновых у нас тут приезжают сюда да потом проходить практику и так далее но я хочу сказать что почти каждый раз это люди которые вполне могли бы пойти и найти работу и единственно почему они с моей точки зрения приехали сюда проходить эту практику потому что они любят учиться они себя меряют каким-то таким я не знаю аршином ну или скажем так высокие требования к себе при прикладывать применяют и вот они поэтому приезжают то есть точки зрения того что она хочет работать и 90 процентов и ставил его вполне устроил он онлайн и выклад другое дело что когда дети то может быть сложнее сконцентрироваться но когда дети и даже и фуллтайм тоже стали здесь живут так она тоже должна детьми заниматься поэтому вопрос о том как обходятся другие женщины с детьми а их много а чё же женщина с детьми как бы мне кажется очень естественное состояние для женщин там очень хорошее я считаю состояние иметь деток значит значит как они обходятся по разному во первых это зависит от наличия денег то есть те у кого достаточный доход они могут например там брать няню или посылать ребенка в садик тем более старший ходит в в школу значит младшего надо там значит кому-то отдать это стоит я не знаю там 1200 1300 долларов в месяц отдать ребенка в сад 1500 значит у кого есть такие деньги может себе позволить иногда они группируются вместе и допустим одна мама сидит там с большим количеством детей чем ее собственные обычно получается так что папа пошел учиться допустим а мама сидит там с детками или там одна мама с одними другая мама с другими они как-то так группируются такой более бюджетный вариант да третий вариант они учиться вечером значит вот такая мама с двумя детками она целый день сидит с детками а вечером когда папа дома она пошла учиться но тут если человек тракером работает то я подозреваю что вечером он далеко не всегда есть дома вот поэтому даже не знаю что сказать вот так такая история поэтому с одной стороны это достаточно типичная ситуация с другой стороны она разруливается каждый раз по-разному я скажу что нетипично в этой ситуации нетипично это то что папа работает тракер дальнобойщиком и уезжает надолго и так далее вот такого у нас вот на практике мы почти не видим это редчайший случай в основном все таки папа этот будет работать где-то на местности я не знаю где но вот альтернативой допустим траку была бы стройка например следующий момент вот какой если бы я выстраивал стратегию адаптации для этой семьи где папа хочет водить трак а мама знает английский ей 35 лет и она хочет тестировать значит я бы в этой семье ставку делал не на папу а на маму и я бы сказал значит мы всей семьей работаем на маму мы ее ставим вперед эта мама может начать учиться задолго до того как она приехала на местность она может начать учиться в онлайновом классе будучи еще дома потом она приедет сюда и допустим за месячишка мы ее там полирнем а может быть даже и за 2-3 недели полирнем и она отправится там уже в компанию на практику то есть может оказаться что мама начнет зарабатывать ну какие-то осмысленные деньги ну там не знаю 25-30 долларов в час буквально месяца через 3 после приезда ну 4 и я бы на месте вот этой семьи работал бы на маму а когда мама уже будет вот это зарабатывать тогда соответственно у папы появится гораздо больше возможности для маневра вот так что это как бы мои мысли такие вслух мне постоянно приходится что-то такое дизайнировать для студентов и очень часто такое бывало что вот они приходят и там папа хочет там в тестер и мы слово за слово выясняется что у мамы язык намного лучше я им говорю послушай давай вперед того кто кто раньше проскочит мы же оптимизируем по расходам по как бы убыванию средств которые они с собой привезли что же мы будем идти более дорогим вариантом который обойдется в больше потраченных сбережений если есть конечно вот задач такой больше сбережений потратить никакого ума не надо чтобы сбережения потратить мозги нужны для того чтобы этого не делать поэтому я бы так сказал ну в общем друзья если если автор этого письма Ольга приедет к нам в школу я надеюсь мы с ней может быть видео какое-то снимем сейчас какой-то народ пошел такой знаете не любит сниматься так как то они скромничают ну в общем если что мы ее обязательно снимем на видео только пусть она мне напомнит потому что я так не соображу счастливы ребят не если не а то что это Продолжение следует...